День Чаепития 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 Ну и давайте загружать историю. Тут у нас нет рекламы, это очень хорошо. Ждем, пока загрузится. Надо будет сейчас еще настроить звук, чтобы хорошо все было, поэтому ждем. Итак, в этом эпизоде новелла Дракула Истории Любви содержатся материалы вот об этом, которые могут быть неприемлемы для некоторых читателей. Пожалуйста, читайте дальше с осторожностью, но в принципе это нам не мешает, поэтому давайте дальше читать. Глава восьмая. Дождь. Наше время, Румыния, замок. Силуэт Влада исчез в темноте коридора. Какое-то время я еще слышала его шаги, потом стихли и они. Холл выглядел таким же мрачным, как прежде, но в воздухе появилось что-то по-новому враждебное. Казалось, замок, как его хозяин, отталкивает, прогоняет меня. А, он вроде бы сказал, уезжай отсюда, да, или что-то типа такого, я не помню. От нахлынувшей тоски я ощутила внутри почти физическую боль. Как можно вдруг стать таким безразличным, взять и просто выгнать меня? Но я вчера говорил с ним о каком-то плане и лжи, он его явно провоцировал, как и меня. Но что, если в тех словах была правда, и Влад обманывал, использовал меня, а теперь я просто больше не нужна? Сердце отказывалось верить в это, мне очень захотелось найти Влада, еще раз поговорить. Но я стиснула зубы, заставляя чувство умолкнуть. Он сказал, чтобы я уезжала, значит, я уеду. Уж точно не останусь там, где мне не рады. Опасаясь растерять решимость, я метнулась в свою комнату. Наскоро бросила, а, побросала в сумку самые необходимые вещи, взяла картины и выбежала во двор. Интересно. Лео все еще был у своей машины. Пожалуйста, Лео, отвези меня к Сандре, прямо сейчас. Он с тревогой оглядел мое лицо, потом вещи в руках. Что случилось, а Влад знает. Влад сам только что сказал мне, чтобы я уезжала. На лице Лео застыло изумление, он с беспокойством повернулся в сторону замка. Думаю, мне нужно поговорить с ним. Я переградила ему путь и с мольбой заглянула в глаза. Лео, прошу, просто увези меня. Ну хорошо, только подожди минуту, я на сферату возьму. Он ушел, а дрожащими руками стала укладывать трубы. Какие трубы? Какие трубы? Трубы с картинками на задней сиденье машины. Извиняюсь, такое может быть, но что поделать? Услышав за спиной какое-то движение, я подскочила от страха и обернулась. Опять он. Он мне не нравится. С добрым утром. Опять уезжаете? Но я довольно улыбался. В руке он держал крупное, надкушенное яблоко. А, да. А вот невезение. Приехала в гости, надеялся на славную компанию, а все куда-то разъезжаются. Он вдруг выронил яблоко, и оно, описав неправильный круг, подкатилось прямо к моим ногам. О, прости. Но я подошел ближе и присел у моих ног, чтобы поднять фрукт. Я хотела отстраниться, но сзади была машина. А парень явно не спешил вставать с интересом, скользя взглядом по моему телу. Наконец он подхватил яблоко, поднялся и задучиво посмотрел на него. Изгнание как способ наказать за желание знать. Разве справедливо? Впрочем, о потерянном рае быстро перестают сожалеть, когда понимают, что за его пределами все самое интересное. Что ж, счастливого пути и до скорой встречи. Он ушел, насвистывая какую-то мелодию. А через несколько минут вернулся Лео, и мы покинули замок. Что он от нас хочет? Машина поднялась на гору, а я будто приросла взглядом к замку Влада, который все больше отдалялся от нас. Странное облако, висевшее над ним, потемнело и заметно расширилось. Это какой-то водоворот из... из чего? Из пыли? Теперь оно занимало почти весь горизонт. Внутри меня было опустошение и чувство, что я потеряла что-то очень близкое и важное. У тебя достаточно близкие отношения с Владом. Ты расстроена из-за Влада? От слов Лео я вздрогнула и почувствовала, как горло подкатил ком. Впрочем, мог не спрашивать, и так видно. Ты успела сильно привязаться к нему за эти дни? Да-да-да. В голосе Лео прозвучали напряженные нотки. Прости, я не хочу, да и не могу предъявлять тебе что-либо, ведь мы так мало знакомы. В смысле, я же прокачивала вроде бы отношения с тобой. Но ваши с Владом взгляды друг на друга просто выбивают меня из колеи. У тебя так же близкие отношения с Лео. Фух. Я уже напугалась, что я с ним не прокачивала отношения. Я прокачиваю с обоими. Потому что... Ну, некоторые люди, которые смотрят мои прохождения именно с Владом и Лео. Точнее, прохождение Дракулы и Историю Любви. И хотят, чтобы я проходила с обоими. Поэтому я буду делать, хоть это будет очень дорого для меня с этими алмазами. Но я все равно пройду с ними обоими. Нервным движением он откинул прядь волос и лица. А я молчала, не находя что ответить. Лео вдруг печально усмехнулся. Самое забавное, что он мне и самому нравится как человек. Одновременно бесит и нравится. Это странно, но у меня чувство, будто я давно его знаю и понимаю. А может быть так и есть? Горная часть дороги закончилась, и мы въехали в холодный лес. Я задумалась о словах Лео и вдруг вспомнила его утреннюю беседу по телефону. Что все-таки значил тот разговор? Какой разговор, я не помню. Я даже не знаю. Ну давайте осторожность просим. Лео, у тебя ведь были свои планы на поездку в Румынию, а теперь ты все время с нами. Это не мешает твоим делам, работе? Лео посмотрел на меня внимательно и чуть удивленно. Нет, не мешает. Почему вдруг такой вопрос? Просто я слышала, ты говорил сегодня по телефону о работе и подумала, руки Лео напряглись и чуть сильнее сжали руль. Не знаю, что именно ты слышала, но... Он вдруг повернулся ко мне, одной рукой закреп меня и прижал к себе. Что? Я почувствовала, что его сердце бьется очень часто, а тело напряженно. Лео несколько раз глубоко вдохнул, гладя меня по волосам и плечам, потом пристально посмотрел мне в глаза. Мария, просто знаешь, что я на твоей стороне. Ладно, хорошо. Когда мы подъехали к тому месту, где заблудились накануне, мое сердце сжалось от страха. Только бы не кружить опять по этому злополучному лесу. Но опасения оказались напрасными. В этот раз мы проехали холодный лес быстро и без приключений. Вскоре показалось село. Сандра и Линка и Милли радостно вышли на дорогу встречать нас. Добро пожаловать! Хорошо, что приехали. Милли полезла в машину доставать кота и заметила на сиденье тубы. Ты взяла картины? Значит, мы сегодня не вернемся в замок. Я замялась и посмотрела на Сандру. Да, мы бы пока погостили здесь, если можно. Она широко улыбнулась. Конечно, можно. У нас еще есть летний домик. Места всем хватит. О, как это все красиво выглядит. Вот и наше жилище. Проходите, располагайтесь. Сейчас накроем стол во дворе и устроим настоящий деревенский завтрак. Отлично, говорите, чем помочь. Весь день мы отдыхали, болтали и просто бездельничали. Я была так вымотана последними событиями, что решила дать себе передышку ни о чем не думать и ничего не решать. И все же я не могла отделаться от мыслей о Владе. Они то и дело всплывали у меня в голове и каждый раз вызывали тоску. Я была вынуждена признаться себе. Мне его очень не хватает. Это хорошо? Это очень хорошо. Следующим утром я проснулась с первыми лучами солнца и вышла во двор. Воздух был таким чистым, что его хотелось вдыхать полной грудью. Как тихо и хорошо. Я ощутила прилив бодрости, вчерашние беспокойства и сомнения словно покрылись дымкой и уже не казались такими важными. Услышав, что в летней кухне кто-то есть, я заглянула туда. Все такое из дерева, прям и печь. Сандра стояла у стола, что-то помешивая в большой миске. Увидев меня, она улыбнулась. Вообще, я планировала сюрприз, но раз ты такая ранняя пташка, будешь со мной в сговоре. Ух ты, а что готовишь? О, я готовлю волшебство. Сладкие блинчики с творожной начинкой. Любимое блюдо детства. О, это очень вкусно. Широкая деревянная столешница была уставлена тарелками, мешочками, бутылочками с разными маслами. А Сандра словно повелевала ими. Она ловко взбивала яйца, подсыпала муки и добавляла молока. Ее лицо было сосредоточенным и по-особену красивым сейчас. Казалось, она готовит магическое снадобье. А это и правда похоже на волшебство. Ты, случайно, не колдунья? Сандра как-то нервно хихикнула и отвернулась к плите. Нет, я... нет. Когда стопка ароматных тонких, как бумага, блинчиков была готова, я села ближе к Сандре и мы стали заворачивать в них начинку. Вместе смеялись над моими первыми кремоватыми уродцами и вместе радовались, когда у меня наконец получилось. Сандра, давно хотела сказать тебе спасибо, что уделяешь время Миле. Это так мило с твоей стороны. А вот я окажется снова в номинации «Худшая сестра года». Неправда, Миле уже не в том возрасте, когда нужно водить за ручку. Сейчас ей главный хороший пример рядом, а ты отличный пример человека, увлеченного своим делом. Я ведь сама такой же чокнутый трудоголик, готовая променять выходные и каникулы на интересную работу. А чем ты занимаешься? Ты как-то ни разу не упоминала о своей профессии. Сандра потерла глаз тыльной стороной ладони и потом отвела взгляд. Сейчас у меня с работой не самая приятная ситуация. Если ты не против, я бы не хотела об этом говорить. Это довольно странно, что сложно в том, чтобы назвать свою профессию. Но я не стала допытываться. Допытываться? Что, блин? Докапываться, наверное. Мы отправили блинчики запекаться, прибрали на столе и уселись отдыхать на диванчик. Уф, ну и жарище от печки, не могу. Ты не против, если я сниму майку? А я... Ну ладно. Твои отношения улучшились? Сандра закрыла задвижку входной двери изнутри. А зачем? А зачем? Она закрыла дверь, чтобы мы не убежали? Или что? Стянула с себя верхнюю одежду, оставшись лишь в легком топе, и с облегчением откинулась на спинку дивана. Мы сидели совсем рядом. Я смотрела, как от частого дыхания вздымается ее грудь, и как поблескивает чуть влажно загорелая кожа. Понятно. Вдруг я заметила почти у самой ложбинки ее груди белый след от муки. Мои пальцы сами потянулись к нему и аккуратно смахнули белоснежные пылинки. Сандра посмотрела в ответ таким взглядом, что я поняла... Пришло время. Ребят, я не хочу с Сандрой. Типа, не хочу. Поэтому я не буду, потому что, блин, для меня есть только два важных человека. Это Влад и Лео. В данном случае... Сандра, нет. Извини. Я отдернула руку и отодвинулась. Сандра, может, лучше все-таки оденешься? Она посмотрела на мое лицо, улыбнулась и тут же потянулась за одеждой. Да, конечно. Но ведь отношения не ухудшились. Мы просто их улучшили, что там, не знаю, и все. Через некоторое время она подошла к печке и заглянула в нее. Блинчики готовы, оставим их тут в тепле, пока ребята еще спят. К ним бы еще варенье из белой черешни. Где же оно было? Сейчас все найдем. Такая музыка спокойная. Она стала искать на полках, перебирая разные баночки. Но вдруг остановилась и чуть пригнулась, высматривая что-то на полу. Интересно. Что там? Сандра взялась рукой за стеллаж, потянула его на себя, и он отъехал от стены, обнажая в полу квадратный люк. Ого, это как? Я только охнула от удивления. У вас тут тайный погреб? У нас тут ничего такого не было, по крайней мере, я не знала. Но видишь следы на полу? Я сразу поняла, что стеллаж недавно отодвигали. После нескольких попыток мы смогли открыть люк и склонились над ним. Снизу пахнуло холодом и сыростью. В темноту вела шаткая деревянная лестница. Меня охватил трепет. Ам... В принципе, мне охота посмотреть, что там, поэтому давай посмотрим, что там. Отвага. Конечно, давай. Она ухватилась руками за край люка и ловко спустилась вниз. Услышав её то ли удивлённые, то ли восхищённые вздохи, я поспешила следом. А вот сейчас интересно, что там... О, боже мой! Это... Что за сатанизм? Так, ладно, пусть тогда у нас пройдёт реклама. Это очень странно выглядит, но... Боже мой... Книги, какие-то... Свечи, непонятные растения сухие, баночки... Что это такое? Мы очутились в небольшом сумрачном пространстве. Тут ещё череп кого-то. Впрочем, сквозь люк и половица сюда проникало достаточно света, чтобы можно было всё рассмотреть. Очень нетривиальный кухонный погреб. Стены комнаты были тёмными и закопчёными, с потолка свисала паутина и... Вязанки каких-то растений. В центре стоял большой стол, а на нём необычный инвентарь. Чугунные котелки, старые свечи, коробки сушёных трав и кореньев, кости животных... О, мне стало жутко. Сандра, что это? Выглядит как мастерская ведьмы. Кажется, так и есть. Сандра нашла на полке несколько очень странных старых тетрадей и стряхнула с них пыль. Их страницы были написаны непонятными буквами и символами. Конусами, крестами, звёздами. Ох, это что, книги заклинаний? В ответ Сандра только пожала плечами, её лицо было задумчивым. Но это ведь ваш дом. Неужели всё принадлежит кому-то из твоей семьи? Может быть, ты знаешь кому? Нет, но я догадываюсь. Моя бабка, мать Михая, про неё ходили слухи, будто она ведьмой и коллостом занимается. Я всё это с детства слышала, но не верила. У нас тут вообще народ суеверный. Но, кажется, разговоры были не зря. А ты знала её, эту свою бабушку? Нет, это ведь не моя родная семья. Когда я сюда попала, её уже не было в живых. В смысле, не родная семья? Михаи, Линка и её мама покойные. Я считаю их своей семьёй, но на самом деле они мои дальние родственники. Я осталась без родителей совсем маленькой. Они забрали меня к себе и вырастили. Ого. Я не знала, что ещё сказать, пытаясь переварить новую информацию. Сандра зашагала по губу, внимательно присматриваясь к лестнице, полу и стенам. Всё такое старое, мне кажется, здесь очень много лет никого не было. Я бы так не сказала, по крайней мере, эта штука здесь недавно. Сандра достала откуда-то из угла. Сверток? Ткань достаточно новая, уж точно новее, чем остальные вещи здесь. Развернув ткань, мы увидели внутри предмет необычной формы. То ли топорик, то ли серп. Это серп, это не топор. Давай вылезать отсюда, хочу осмотреть эту штуку при нормальном свете. Это очень странно всё. Выбравшись из подпола, мы закрыли люк и задвинули стеллаж обратно. Да уж, кошмар. Сандра всё вертела в руках найденный серп, разглядывая его у окна. Ну что? Да, вроде ничего необычного. Она положила находку в ящик стола. Ладно, скоро завтрак, мне в душ. Немного освежится и можно накрывать на стол. Они уже тут накрыли всё. Завтракали снова во дворе на свежем воздухе. Блинчики с творогом и правда оказались волшебными на вкус. Мы рассказывали остальным о комнате под полом. И Линка не слышь, слишком удивилась новости. То есть она знала об этом. Да, думаю, это и правда мастерская нашей бабки. А можно мне тоже туда залезть и всё посмотреть? Давай попозже. Сейчас мы собираемся в город за покупками, а вечером поедем на фестиваль. А что за фестиваль? Да, у нас тут неподалёку каждый год проходит этнофестиваль. Музыка, спектакли, народные ремёсла. Обычно интересное и место живописное. Люблю такое, с радостью бы поехала. Я с Носферату собираюсь сегодня к Грэдишу. Снова попробуем подружить котов. Ну и насчёт картин с ним поговорю. Может, он отошёл уже. Так ты пропустишь всё веселье. Ну почему? В город я заеду с вами, а к вечеру, думаю, успею на фестиваль. Ну и отлично. Значит, сначала шопинг. Дорога в город заняла не больше 20 минут. На шопинг мы отправились в большой торговый центр. Сандра, Линка и Миля пошли в продуктовый. А я решила подобрать себе подходящий наряд для фестиваля. Отправилась в магазин одежды. Вау. Красиво выглядит. Блин. Вообще. Стрит-стайл. Ого. И релакс. В принципе... Выберем это. Рядом оказался парикмахерский салон. Я зашла туда, чтобы привести волосы в порядок. Всё равно наряды... Это не влияет. О, какая красивая, блин. Это очень выглядит красиво. Блин. Я очень хочу эту прическу. Блин, извините, но прическу я должна купить. Вот эту я буду её теперь всегда одевать. Носить. Совсем другое дело. На выходе из салона я увидела Лео с котом на руках. О, Мария, как хорошо, что ты здесь. Может, поможешь нам? Чем? Хочу купить на Сверату новый наряд. Он всё-таки к невесте едет. Серьёзно? Помоги выбрать что-нибудь красивое. У тебя ведь отличный вкус. Ну, хорошо. Ну, хорошо. В магазине я присмотрела парочку нарядов. Стоп. Серьёзно? Мы будем покупать наряд для кошки. Для кошки. За алмазы. Вы шутите? Ну, блин. Я знаю, что этот наряд будет влиять, походу, на историю. Ладно, хорошо. Будешь джентльменом у нас на Сверату. О, как здорово. Ну, брат, теперь все невесты твои. Твои отношения с котом улучшились. С котом? С котом? Что? Классно, Сверату. Ходи всегда так. После шоппинга Лео уехала к Грэдишу, а мы с девчонками отправились обратно в село. Когда мы доехали до дома Сандры, было уже полдень. На фестиваль поедем часиком к пяти, а пока можно отдохнуть. Я бы хотела поработать. Можно мне пойти в летнюю кухню? Там хороший свет. Да, сегодня больше не будем готовить, там никто не потревожит. Ну, хорошо. Я пошла в кухню, придвинула к дивану небольшой столик и, устроившись поудобнее, принялась за работу. Спустя несколько часов я, как обычно, перенеслась в прошлое. А зачем она вообще, ну, как бы, работает, если она уехала из замка, уехала от Влада? Ну, ладно, давайте. Просто ей, наверное, интересно, что вообще там происходит. Лали была так удивлена, увидев на вечере в гарме Мехмеда, что забыла об этикете и просто стояла, хлопая ресницами. Гюль-Хатун потянула ее сзади за поясок, напоминая необходимости поклониться. Путь удачи. Доброго вечера, падишах. Лали поклонилась и снова растерянно уставилась на кузена. С тех пор, как Мехмед перестал посещать дворцовую школу, они редко виделись, лишь на официальных приемах. А вот уж правда, вечер сегодня славный. Мехмед встал, приблизился к ней и окинул с ног до головы пристальным взглядом. Таким липким, что ей вдруг захотелось спрятаться. Как же ты расцвела, прекрасный и нежный тюльпан, и очень хрупкий. Так легко сломать стебелек, раз и все. Мехмед угрожаще прищелкнул зубами и тут же расплылся в улыбке. Но стоит ли сожалеть, ведь цветы для того и растут, чтобы быть сорванными в момент самого сочного цвета. Нет, это не так. А потом украсить собой чьи-нибудь покоя, пусть и ненадолго. Мехмед повалился обратно в подушке. Признаться, ты меня удивила. Твой танец, ты оказалась жемчугом в россыпи серых камней на этом вечере. И знаешь, мне было мало, так что... Я приглашаю тебя сегодня в свои покоя. Хочу, чтобы этой ночью ты танцевала для меня, и не только танцевала. Ммм, понятно. Он лениво макнул рукой старшей Гарма. Гульхатун, сегодня я выбираю Лали. Подготовьте все. Лали почувствовала, как ее сердце уходит в пятки, а Гульхатун удивленно присела. Но подешах, ведь Лалихатун не девушка из Гарма, а знатная дама, мы не можем. Султан резко наклонился вперед и процедил сквозь зубы. В этой империи мое желание закон, разве не так? Да я сам закон. Да, подешах. Так какое мне дело до этих старых глупых правил? Лали ухватила ее за занавеску, чувствуя, что ее ноги слабеют. Старшая Гарма глядела на нее растерянно и сочувственно, но тут ее лицо немного просветлело. Подешах, но есть правила, которые вы сами установили, не менять свой выбор в течение вечера. А на сегодня вы уже выбрали девушку Гизем. Мехмед приподнялся в подушках. Ах да, нужное правило, а то бывает, столько цветов кругом мечешься, а не знаешь, какой выбрать. Ну что ж, пусть сегодня будет малышка Гизем, а ты... Мехмед многозначительно посмотрел на Лали. Ты станешь следующей, как раз будет время подумать и осознать, насколько тебе повезло. Явишься ко мне завтра, иди. Класс. Выбежав из большой залы, Лали увидела у входа в гарм свою наставницу, та была в радостном ожидании. Ну как выступление, милая? Шахихатун знала про Мехмеда и наряды специально готовила. Как быть? Разозлиться? А ну давайте. В принципе, она, может быть, и знала. Ты все подстроила, нарочно меня туда заслала, как ты могла? Лали замахала руками и заметалась, не зная, как выразить свою ярость. Он тебя выбрал? Да, она знала. Да, довольна. Ну не кричи, деточка, волнение, это нормально, все женщины через это проходят. Что, ты кладешь меня в постель этого мерзавца и считаешь это нормальным? О моих чувствах ты думала? Она останется суровно, пожалуй, поджала губы, и ее обычное мягкое лицо вдруг стало жестким. Чувства? Твоя мать шла за чувствами? И где она теперь? Вышла замуж по любви из-за этого чужеземца, такого странного, совсем на нас не похожего. Я не хочу теперь ее судьбы. Такой выпал шанс стать любимой женщиной Великого Султана, а ты недовольна. Лали смирила ее испепеляющим взглядом и выбежала из гарма. Ну а че она? Нельзя было, типа, нормально сказать, что он там будет, и дать право выбора, идти или нет. Возвращаться в свою комнату она не хотела, и, не зная, куда еще деться, бросилась в ночной сад. Какое-то время она обижала, размазывая руками слезы по щекам, потом устала и зашигала медленнее. Ночь была прохладная, а танцевальный костюм совсем открытым. Лали дрожала и ежилась, но продолжала идти. Ого, это что такое? Незаменно для себя она забрела в удаленную часть сада. Впереди в кустах послышались голоса, Лали резко остановилась. Голос. И что мы будем это терпеть? Куда нам теперь идти, если путь в гвардию закрыт? Лали прижалась спиной к кустам и осторожно подкралась ближе. На поляне было несколько десятков мужчин. Они сидели кругом и что-то обсуждали. Первый человек. Этот юнец разрушит гвардию, а потом и империю. Нельзя ему позволить. Мы должны поднять бунт. В рядах Яны Чар тоже волнение. Султан Мехмед многих разозлил своим поведением. Если мы объединимся... Лали оступилась и под ее ногой что-то хрустнуло. Он голоса резко стихли. Нас заметили. Молодец, Лали. Там кто-то есть, подслушивает. Хватайте, он нас выдаст. Только тогда всем не сносить головы. А через мгновение Лали почувствовала, как чьи-то жесткие руки схватили ее. Буду отбиваться. Убежать. Громко кричать. Не, кричать не надо. Давайте попробуем отбиться. Ну, давайте. Лали задергалась и вцепилась в мужчине когтями в руку когтями. Черт, гадкая девчонка, ну постой. Он больно скрутил ее плечо, Лали застонала. Кто вообще такая? Ночью одна, да почти голая. Наверное, из красной розы, девочка. У них такие рабочие костюмы. А ну, что делать с такими, мы знаем. А что? На дорожке послышались поспешные шаги. В следующий момент кто-то отшвырнул в сторону мужчину, державшего Лали, и ее теперь схватили другие руки. Аслан! Фух! Хорошо, что это ты. Лали? Аслан? Что ты здесь делаешь? И в таком виде? Аслан был не один, с ним прошел алиби. Он вышел на поляну к заговорщикам. А ну быстро по комнатам паршивцы. Бунт задумали, я вас для этого обучал. Для вас перережут. Всех, как ченков, пикнуть не успеете. Хорошо, что Аслан нас спас, так сказать. Лали и Аслан медленно брели по саду. Девушка пыталась хоть немного успокоить свои мысли, но ей плохо удавалось. Такой ужасный вечер. Мехмед, нападение в саду. Хорошо, что Аслан появился. Она посмотрела на друга и только теперь услышала, что он ей говорил. Многие ребята недовольны, что Мехмед отверг всех кандидатов в особую гвардию, но бунт это не выход. Алиби всегда учил нас защищать, а не нападать. Тем более на султана, каким бы он ни был. Ну а ты им, может, расскажешь, что случилось? Лали молча нахмурилась и мотнула головой. Я не должна рассказывать о том, что было в гарме. Если они с Владом узнают, могут наделать бед. И мне не помогут, и себя загубят. Нельзя ими так рисковать. Девушка наконец заговорила подрагивающим от холода голосом. Спасибо, Аслан. И если бы не ты... Аслан остановился и посмотрел на нее с укором. А, ну у тебя же зуб на зуб не попадает от холода. О, горе ты мое, иди сюда. Он взял ее за руку и потянул к себе. Он собирается меня обнять. Да я не против. Отношения улучшились. Лаля подалась в движение и тут же оказалась в объятиях Аслана. Только теперь, когда ее окружило тепло его рук, она поняла, насколько сильно замерзла. Они стояли посреди сада, под звездным небом. Лаля понемногу согревалась. В объятиях парня холод отступал, и на душе тоже становилось теплей. Аслан погладил ее по волосам, коснулся ушей. Ужас, какие холодные. Он закрыл их ладонями и немного потер. Пазом стал растирать ее плечи и руки. Это были очень теплые, опекающие жесты, дружеская забота. Но вдруг Лаля заметила, что в его глазах мелькнул какой-то особенный огонек. Аслан замер, словно прикованный к ней взглядом. Аслан? Он резко отстранился, убрал руки, отвел взгляд, потом проворчал. Кто вообще придумывает такие костюмы? Разве это одежда? Пойдем, отведу тебя домой. Ну да, для красоты, так сказать. Следующим утром Лаля проснулась очень рано и тихо, чтобы не разбудить наставницу, поспешила уйти из комнаты. На душе ее было тоскливо, она не знала, куда себя деть. Пойду на конюшню, лошади меня всегда успокаивают. Это и правда подействовало, пока Лаля кормила и гладила лошадей, ее мысли изменились. Скорее всего, вчера у Мехмеда была просто плаш. Увидел, захотел, решил взять. Как капризный ребенок игрушку. Сегодня, наверное, уже забыл про меня и переключился на новые игры. Все же, затащить в гаром девушку из собственной семьи слишком серьезно и может создать ему проблемы. Вряд ли я так сильно нужна Мехмеду, чтобы он готов был на это пойти. Лаля услышала перед конюшней шум и много разных голосов. Она пошла посмотреть, что происходит, и увидела, как отряд военных ведет под конвом толпу пленных. Это были уставшие, изможденные люди, и молодые, и пожилые. Многие были ранены. Лаля смотрела на их лица, и сердце ее ныло от осознания того, насколько они беспомощны. Ох. Лаля, ты зачем здесь? О, привет, Владик. А ты? Влад нахмурился. Мне нужно... А вот тебе нет, лучше уходи. Никуда я не пойду. Конвой остановил пленных перед конюшней. Военные стали переговариваться, решая, куда их определить. Да некуда девать. Все переполнено, подождем распоряжение султаны. Вроде должны сейчас передать. В ожидании некоторые пленные тяжело опускались на землю. Солдаты их не трогали, делая вид, что не замечают. Из какой они страны? Неизвестно, могли бы быть и из моей. Что с ними будет? В лучшем случае, каторга или заточение. А в худшем? Ну, в худшем и знаем, что там будет. На площадке показался посыльный с письмом от султана. Стражник развернул свиток, прочитал и с минуты умолчал. Наконец, он повернулся к военным. В виду нехватки мест для содержания пленных. А также, учитывая обстоятельства и вину этих людей, султан Мехмед приказывает... За ее глазами мелькали лица пленных, обреченных на смерть. А в голове звучал голос. Казнить через посажение на кол. В дверь раздался стук, но едва Лаля успела сесть на кровать. Как в комнату вошли без приглашения. Че тебе надо от меня? Султан был с двумя стражниками, но после его кивка они вышли, оставив их наедине. Доброе утро, мой прекрасный тюльпан. Он не забыл, блин. А вот проходил мимо и решил зайти. Чтобы лично напомнить, сегодня вечером я жду тебя в своих покоях. В качестве особого гостя. Мехмед присел на краях к кровати и подался ближе к ней. Зачем вам это? Потому что я так хочу. Мне даже нравится твоя некоторая... Трубтивость? Совсем покорные в гарами надоели. Только не перебарщивай, помни. Станешь хорошей девочкой, и я буду нежным. Начнешь портить мне настроение, увидишь мою грубость. Он резко схватил и сильно сжал ее подбородок, приподняв его на себя. Поблескивая каким-то мутным взглядом, он с нажимом провел по ее губам большим пальцем. Потом встал и направился к выходу. До вечера. Капец. Наше время, селение холодное, дом Сандры. Ох, я здесь. Очнуться не в замке, а дома у Сандры было непривычно и грустно. Здесь хорошо и все-таки. Чтобы не погружаться снова в печальное размышление, я поспешила выйти во двор к девочкам. А вот и Мария, ну раз все в сборе, можно ехать на фестиваль. Да, можно ехать. Отлично. Ура. Чтобы попасть на фестиваль, пришлось сворачиваться с шоссе и ехать по грунтовой дороге. Местность и правда оказалась очень живописной. Фестиваль располагался в долине, с одной стороны был лес, с другой возвышались горы. Почему-то пейзаж кажется мне знакомым. Потому что мы довольно близко к замку, это те же горы. Но идемте уже смотреть, что здесь интересного. Интересного оказалось немало, музыка и театральные представления. Вау. Мастер-классы по ремеслам и блюда румынской кухни, приготовленные под открытым небом. Мы гуляли с увлечением, рассматривая, пробую, изучая. Через некоторое время Сан рассказала. Пойдемте к Илинке, наверное, там уже собралось немало народу. А где она? У нее тоже своего рода выступление, сейчас увидишь. Ого. Илинка сидела на большом черном-красном покрывале. Вокруг нее были разложены карты, а рядом толпились люди. Она гадает? Ага, и у нее немало поклонников. Говорят, очень точно предсказывает. Хотя, думаю, тут просто слава нашей бабке действует. Сестра сама не особо любит это дело и соглашается только по особым случаям. Вот так... вот как фестиваль. Возле Илинки стояла целая очередь. В основном из девушек. Они нервничали и иногда переругивались. Но заметив нас, Илинка сделала им жест рукой и поманила меня к себе. Я удивленно подошла ближе. Давай погадаю тебе. Мне? Почему мне? Чувствую, у тебя необычная судьба. Самое интересное, что покажет. Ну все, вошла в роль сестричка. Я присела на покрывало ловким, плавным движением, и Илинка развернула веер из карт. Только имей в виду, я увижу больше, чем смогу сказать. Так всегда бывает. Ну, вытяни из колоды любые четыре карты. Каждая из них будет означать важного человека в твоей жизни. Я послушала, Илинка взяла выбранные мною карты и стала поочередно открывать их. Это кто? Какой-то рыцарь на коне. Ммм, первый рыцарь Жезлов. Я увидела на изображении рыжеволосого юношу на коне. У ног его был лев. Рыжеволосого. Это ослата. Или леву. А это Влад. Сто процентов. Вторая король мечей. По-любому Влад. На картинке был статный темноволосый мужчина в короне, в доспехах и с мечом. У ног его была собака. Это я не знаю кто. Третья дама кубков. Это... Сандра. Там была нарисована прекрасная девушка с очаровательной улыбкой. Над ней парила птица. И... Четвертое колесо фортуны. Эта карта расскажет только о тебе самой. Подумай о каждой и выбери только одну карту. Об этом человеке я расскажу тебе больше. Итак, о ком ты хочешь узнать? Хочу о рыцаре узнать. Я еще раз оглядела изображение. Хочу о рыцаре. Кубков. Ой, или чего там, какую. Я выберу рыцарь жезлов. Вау, как все прорисовано. Король мечей. Вот, король мечей. Кто это такая? Колесо фортуны. Хочу вот эту вот. Илинку удовлетворенно кивнула. Твои отношения с Владом улучшились. Мечи, это самая сильная масть. Символизирует высокий интеллект и сложный духовный путь. Относится к стихии воздуха. Этот человек проделал очень долгий и сложный путь к тебе. И ваши судьбы тесно переплетены. И теперь, что именно ты хочешь узнать, выбирай из колода три карты. В смысле, что я хочу именно узнать. Я вытянула. Открываю одну любую. Я открою. Я открою. Спросить. Но она меня опередила. Больше ничего не скажу. Я предупреждала. Мы отошли в сторону. И мое место тут же заняли другие, желающие узнать свою судьбу. Куда дальше? Сейчас будет спектакль. Говорят, оригинальная постановка по стихам румынских поэтов. Так интересно. Давайте посмотрим. Да, это очень интересно. Мы подошли к театральной сцене. Представление уже началось. А тут все на румынском. Мы же ничего не понимаем, не поймем. Многое можно понять и без слов. К тому же румынский язык такой красивый. И приятно его просто слушать. Тем более стихи. Если понадобится, я переведу. Передать красоту поэзии, конечно, не берусь. Но общий смысл перескажу. История, развернувшаяся на сцене, была понятна без перевода. Любовь, преграды, расставания и борьба за шанс быть вместе. Даже Милю увлеклась и завороженно следила за игрой актеров. Когда двое героев, мужчина и девушка встретились после долгой разлуки, между ними на сцене стояла стена. Она не позволяла влюбленно прикоснуться друг к другу. Им оставалось только переговариваться через эту стену. Тогда мужчина устал, опустился у основания и стал читать стихи, от которых у меня почему-то побежали мурашки. Сандра, переведи, пожалуйста. Я знаю эти стихи, поэт. Яминеску, тайная любовь. Стоя чуть позади моего плеча, Сандра начала произносить мне на ухо строчки. Любил тебя тайно и хранил молчание. Думал, тебе это понравится. Ведь наши взгляды разделяла вечность, способные разрушить хрупкие мечты. Но больше я так не могу. Тоскан, как крепкий хмель, пенит и развязывает язык. В этот момент я увидела в толпе зрителей... Влада... Ммм... Влада... Ммм... Словно он не спал и не ел много дней. А из-за моего плеча продолжали доноситься строчки с стихотворением. И теперь мне казалось, что их произносит он. Я хочу захлебнуться в сладком пламени. Той души, что знает мою душу. Не видишь разве, что мой рот сжигает жажда. А за холодом глаз скрывается мучение. Девочка моя прекрасная, умижу эту боль. Подойди ко мне и прижмись к моей груди. Ох... Какие-то проходящие мимо люди загородили собой Влада, а когда ушли, его там больше не было. Спектакль закончился, а на сцене стали меняться декорации. Привет, ну как вы тут? О, наконец-то! Почему так долго? Да, появилось одно неотложное дело. Мария, можно тебя на минутку? Ладно. Он повел меня подальше от толпы. А я все оглядывалась, уже сомневаясь, правда ли, видела Влада, или это был мираж. Мария. А, да. Нужно будет вернуться в замок. Зачем? Почему? Я ведь был у Грэдиша. Так вот, оказалось, он вовсе не злится на то происшествие. Больше того, он согласен продать картины и явно хочет сделать это побыстрее. Сказал, что сам приедет в замок к Владу и попросил меня устроить встречу в ближайшее время. Это... Ну, это хорошо, ведь это вот очень хорошо. Я уж думала, мы потеряли те картины и не сможем собрать всю серию. Удивительно, конечно, что он так быстро все забыл, но я рада шансу. Тут я подумала о деталях возможной сделки и радости сразу поубавилось. Нет, не выйдет, ведь Влад... С Владом я уже поговорил. Говорил? Когда? Я поехал к нему в замок, чтобы обсудить приезд Грэдиша, а потом, в общем, я привез его сюда. Понятно. Вот почему он, оказывается, был здесь. Что? Почему? И что значит привез? Он ведь не ребенок. Но Лео не успел ответить. О, буря началась какая-то. На долину внезапно налетел такой сильный пары ветра, что кое-где повзлетали шатры и предметы. Ах. Лео, Мария, там Сандра. Что с Сандрой? К нам подбежала, махая руками Нили, ее лицо было таким перепуганным, что мы без вопросов помчали за ней. И скоро увидели сквозь толпу в небольшом круглом пространстве раступившихся людей была Сандра. А рядом с ней Михай, который яростно тряс ее. Сандра пыталась вырваться, но безуспешно. Лицо Михая было таким свирепым, что никто из людей, стоявших вокруг, не смел вмешаться. Вот он преодолел сопротивление девушки, добрался до ее горла и стал душить свою дочь. Что? О, черт возьми. Мы с Лео бросились на помощь, расталкивая людей. Да у него крыша, походу, этот, того самого, да. Но почти одновременно с нами там оказался Влад. Он и Лео кинулись на Михая, или Миха, я не знаю, как его, короче, звать. Двое сильных мужчин сразу повалили его на землю, но было видно, что даже им сложно удержать беснующегося мельника. Сандра, держась за шею, отшатнулась в сторону. Господи, Сандра. Я обняла ее и стала утешать, пока Влад и Лео удерживали Михая. И вдруг раздался громкий смех, очень странный, высокий, пугающий смех. У них, походу, опять то же самое происходит, да, как в какой-то серии, не помню. Они там тоже смеялись, как сумасшедшие. Глаза Иллинки остекленели, она закружилась, будто в трансе. О, как тогда? Иллинка вдруг причудливо выгнула спину, подняла руки вверх и не своим голосом завыла. Темная, темная грядет очень скоро. Черная тьма уже протянула свою лапу. Она согнулась пополам и провела руками вдоль круглой площадки, на которой мы все стояли. Убийца уже здесь, он в этом кругу. В небе что-то гулкое зарокотало. Я испуганно подняла голову к небу и увидела, что на него стремительно наползает черное выпуклое облако. Такое же, как висело над замком или то самое. Иллинка резко стихла и устала, опустилась на колени. Она вхватила свою голову руками и с удивлением озираясь по сторонам. Теперь ее лицо было испуганным, но совсем обычным. Ох, погода ухудшалась каждой минутой, вокруг все потемнело. Посетители... Ой, что-то вообще все тут плохо как-то стало. Посетители в фестивале спуганно разбегались, организаторы спешно сворачивали декорации. Я тоже заметалась, не зная куда бежать. Ужас, что-то тут вообще этот... Уже как-то... Слишком плохо все. Нужно уезжать. Скорее. Небо треснуло от грома и палился дождь. Что это? В первую секунду я не поняла, но потом увидела, что влага, бегущая по моим плечам, черного цвета. Черного цвета? Черный дождь, черный дождь. Люди вокруг останавливались и ошарашенно смотрели в небо. Бежать, прятаться, ну куда? Я схватила за руку Мелина, потом метнулась в другую сторону, к Сандре, которая поднимала на ноги, на ноги Линку. Сандра, скорее. Лео и Влад бросили меха и стали пытаться увезти нас. К парковке. Не туда, туда. Им, наконец, удалось собрать нас, и мы вместе побежали к машинам. Черная вода продолжала литься с неба, но тут же с него стало падать что-то более крупное и со звуком шмякаться в размытый грунт. Шмяк, шмяк. А это лягушки! В смысле лягушки? Сестра подпрыгнула, извиваясь и что-то застряхивает со своего плеча. Шмяк, шмяк. Сандра тоже стала подпрыгивать со страхом, глядя на землю. Змеи! Что происходит? Какие змеи, какие лягушки! О боже мой, реальные лягушки! Ну арт прям вообще... Вау. Расширенными от ужаса глазами я смотрела, как на нас в перемешку с черной водой стали сыпаться лягушки и змеи. Проклятый дождь! Проклятый дождь! Офигеть! Это что такое было? Это очень странно, блин. Я вообще не ожидала, что такое будет в этой серии. Вот. Эта серия очень длинная, она идет почти целый час, офигеть. Ну в общем-то, что мы сегодня получили? Плюс шесть отваги. Разве так много? Плюс четыре удачи. Мне интересно, когда мы получим вот это, свет души. Надеюсь, в скором времени. Ну а если вам понравилось это видео, то ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, на мои соцсети, комментируйте это видео, мне будет очень приятно. Ну а с вами была ваша Маша, встретимся в следующем видео. Ну и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok